Слава Украине! Привет всем от Амолонского! Доброе утро, друзья мои! Сейчас пришлось, надо выйти. Вот я иду там по определенным делам. Но вот, новости, они сыпятся и очень интересные. Значит, смотрите, разрастается блок-аут на Россиюшке, на Южной России. Значит, все это началось, я вчера рассказывал уже, с того, что некое оборудование в плане Гойда вышло из строя, посетило Гойда, может, Бавовна, кто его знает. И вы знаете, всегда, если ты четко понимаешь, что ты хочешь вывести из строя, либо оно происходит случайно потом. То есть, получается, что достаточно нажать не ту кнопку, собственно говоря, в другой раз, и дальше начинается лавинообразное падение всего на свете. И что, судя по всему, и произошло. Значит, сначала вылетело некое оборудование распределительное, скажем так. После чего взгрустнула ростовская атомная электростанция и вылетел один энергоблок. Ну, а после чего повалилось все, повалилась вся система. Как результат, разрастается на сегодняшний день блок-аут. То есть, они ничего не могут сделать. Сейчас повышенное энергопотребление. И, значит, карма, которая их посетила, просто-просто посещает один город за другим. Если вчера это все там началось с Ростова, ростовская область, то потом распространилась уже и на временно оккупированный украинский Мариуполь, на временно оккупированный Крым. Все мы видели кадры из Евпатории, черные. Кадры из Таганрога, черные. То есть, везде-везде блок-аут, блок-аут, блок-аут. Краснодарский край, то же самое. Короче, весь юг России, а также оккупированные украинские территории, где находятся сейчас путинские бандиты вооруженные. Все это осталось без света. Электроэнергия, точно как у нас, подается по часам. То есть, видите, как получилось? Просто карма. Вот, кстати, возле меня работает генератор сейчас. Россияник. Кто живет на юге России, да, я думаю, и в других регионах тоже покупайте, потому что вас это ждет по полной программе. Мне почему-то, я не знаю. Ну, у меня, скажем так, на уровне, на уровне какого-то предвидения, да. Мне почему-то кажется, что вот эта карма у вас, она не последняя. И Гойда не последняя. Так что, друзья мои, свету закупаться генераторами. Это у кого есть мозги. У кого мозгов нету, кто верит в Путина, не покупайте ничего. Путин вам все осветит. Да. Вот. Но, мне кажется, что эта карма не последняя. И такие вот вещи на России сейчас будут одна за одной повторяться. Просто потому, что, еще раз говорю, я когда-то очень такую вещь заметил. Россия слишком большая. У нее слишком много уязвимых мест. И нас, упаси Господь, конечно же, там нет. Но вот кто-то же там есть, антифашисты есть, партизаны есть, да, которые действуют против незаконного путинского режима. И вот видите, сейчас один вступил в дело, второй вступил в дело. А сейчас много и не надо. Еще раз говорю, нажал кнопочку какую-нибудь и все. И все. И кукареку. И нажал кнопочку в одном месте, а атомная электростанция вылетела в другом. Вот и все. Или что-нибудь большое. А сейчас вылетает. Вот видите, там в Чечне ГЭС взорвался. Или что там взорвалось. Одно, второе, третье. Поэтому не дурите, не тупите. Света у вас не будет. Покупайте генераторы. А еще лучше, если хотите нормально жить, свергайте к чертовой матери этого фашиста Путина. И тогда ваша жизнь станет несколько другой. Но это тоже не точно.